Звездные тяжелые атлеты Казахстана не примут участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Печальную новость сообщил министр спорта. За победу предстоит побороться другим спортсменам. Сегодня с ними встретился Нурсултан Назарбаев и призвал не обращать внимания на допинговые скандалы, а приложить все усилия к победе. Парадный комплект олимпийской формы казахстанским атлетам, тренерам и даже министру культуры и спорта пришлось надеть за месяц до Олимпийских игр в Бразилии. Спортсменов пригласили сегодня в Ак-Орду. Нурсултан Назарбаев оценил синебежевый наряд сборной, назвал их спортивной элитой мира. Олимпийцы, в свою очередь, пообещали не подвести. Казахстан – спортивная держава. Наш флаг и наш гимн знают во всем мире. За годы независимости наши спортсмены 4000 раз пронесли флаг Казахстана по победным дорожкам мировых соревнований. Только на Олимпийских играх наш гимн играл 17 раз. Из 38-летних видов спорта казахстанские спортсмены примут участие в 26 видах. На сегодняшний день у Олимпийской сборной 103 зарегистрированных лицензий, причем количество может еще увеличиться. Сейчас проходят соревнования по легкой атлетике, от исхода которых будет зависеть еще несколько проездных в Рио-де-Жанейро. Вообще проходят все это в непростой обстановке, как мы с вами знаем. Обстановки в мире и в самой Бразилии. Обстановка такая. Всякими этими антидопинговыми мероприятиями непростыми, непонятными для многих, насколько они справедливые или несправедливые. Но все это вас не должно касаться. Ваша задача – бороться, побеждать. Точное количество участников на Олимпийских играх будет известно 11 июля. В подвешенном состоянии только легкоатлеты и сборная по тяжелой атлетике. В связи с допинговым скандалом у сборной отозваны две лицензии. Кроме того, по словам главного тренера, под вопросом выступления Ильина, Подобедовой, Чиншанло и Манезы. Возможно, этих людей придется заменить. И если тренера еще питают надежду на выступления олимпийских чемпионов, то министр культуры и спорта уже списал четверку со счетов. Я думаю, они с удовольствием будут участвовать на предстоящих Олимпийских играх в Токио. А для участия в Рио-Джанейре, это, конечно, однозначно, они в данное время отстранены. Да, они в данное время от любых участия в спортивных мероприятиях, они отстранены. То есть шансы вообще не достаются? Да, на Рио-Джанейре, да, конечно. Олимпийские игры в Бразилии пройдут с 5 по 21 августа. В течение июля наши спортсмены примут участие в сборах перед играми. После чего участники, тренера, оргкомитет и болельщики отправятся в солнечный Рио-Джанейро. Остается надеяться, что после этих игр мир узнает о новых чемпионах Казахстана.